Если человек зевает в намазе, то желателем является, чтобы он попытался сдержать зевоту, насколько он может. А если он не может сдержать зевоту, то желателем его является закрыть рот рукой. Закрыть рот рукой. Если он способен сдержать зевоту, то сдержи. Если не способен, тогда закрой рот рукой, для того, чтобы шайтан не вошел в человека. Говорит он, хадис от страны, ахраджи у мусульма Айдан. Это второй хадис, тоже имама мусульма, под номером 2995. Со слов Абус Айдал-Худри, и у мусульма приходит ревая тоже сисфала, тоже в намазе. Так же, как добавка кого в тирмиде. То есть, пусть поставят руку где? В намазе. И последнее постановление относительно зевоты. То, что нежелательным является издавать звук во время зевоты. То есть, некоторые одевают, и при этом еще что? Большой, издают большой звук удовольствия. Так или нет? Это неправильно. Это является чем нежелательным. Потому что пришло имам Абухари, под номером 3289. Вот Абу Гурейры, со слов пророка, сорвался, что он сказал. Потому что, если один из вас произносит звук во время зевоты, то шайтан смеется над ним. Шайтан начинает над ним смеяться. Следующий вопрос. Продолжение следует.